Здравствуйте, уважаемые друзья! Христос воскресе! В эфире программа «У книжной полки» и я ее ведущий Андрей Печерин. 11 мая 1857 года в семье государя императора Александра Николаевича и Марии Александровны родился сын, которого они нарекли в честь преподобного Сергия Радонежского. Наречение имени младенца в честь святого Сергия было совершено во исполнение тайного обета, данного у святых мощей Радонежского чудотворца государям и государыней еще за несколько месяцев до рождения обетованного, вскоре после священного коронования. Вся последующая жизнь великого князя была наполнена особенной любовью к своему небесному покровителю, которому он старался подражать в набожности и любви к родине. Великий князь Сергей Александрович всем сердцем любил Москву, проведя в ней свои отреческие годы. Когда пришло время, он был поставлен над первопрестольной столицей и долгие годы неустанно заботился и трудился на благо Москвы. А потом пал жертвой адского злодеяния в стенах московского Кремля у подножия его святынь. О том, что чувствовали люди, глубоко переживавшие смерть великого князя, рассказывает книга «Венец жизни. Отклики современников на гибель великого князя Сергия Александровича». Как отмечают издатели книги в предисловии, взрыв, прогремевший в Кремле 4 февраля 1917 по новому стилю 1905 года, потряс всю Россию. Впервые за всю историю эта священная для русских земля обогрелась царственной кровью. Великий князь Сергей Александрович Романов был убит так же, как и его отец, царь-освободитель Александр II. Убит от бомбы, брошенной террористом-революционером. Отношение к этому злодеянию, страшному по своей жестокости и кощунству, четко разделило общество на несколько лагерей. Представители либеральных кругов, заигрывавшие с революцией и мечтавшие взлететь на гребни демократического подъема, выказали преступное равнодушие. По наивности они не подозревали, что играют со стихией, которая не пощадит никого. Враги торжествовали. Их месть настигла московского генерал-губернатора, родного дядю императора Николая II, который грудью защищал самодержавие и был сторонником жестких мер в борьбе с революционной угрозой. И только истинные патриоты и православные русские люди понимали, кого они потеряли в лице великого князя. Последние годы своей жизни Сергей Александрович глубоко страдал. Не потеря династической власти и личных привилегий страшили его, а гибель традиционного православно-монархического строя, который единственно и создал великую Россию. Россию, которую он любил больше жизни, с ее святынями и колоссальным историческим и культурным наследием, землями, политами русской кровью в героических сражениях. «Эта Россия на его глазах переставала существовать. Люди, казалось, обезумели. Ушами слышат и не слушают. Глазами смотрят и не видят всего, что творилось тогда в стране, охваченной разгулом бесовщины по Достоевскому. Один в поле не воин», — с грустью констатировал великий князь в письме к брату. Целая серия политических убийств прокатилась по стране. Объектами террора стала в первую очередь политическая элита империи, влиятельные должностные лица, преследующие антиправительственных агитаторов и просто люди, честно исполнявшие свой служебный долг. Среди близких единомышленников великого князя были убиты министр народного просвещения Боголепов, 1901 год, министр внутренних дел Сипягин, 1902 год, министр внутренних дел Плеве, 1904 год. При этом на фоне бездействия и беспомощности властей постоянно печатались и разжигательные статьи в петербургских газетах, которых никто не останавливал. Революционная пропаганда лучше всяких подпольных изданий и прокламаций из письма великого князя Сергия Александровича к Победоносову. Стремясь противостать распространению революционной агитации среди рабочих в Москве, великий князь выступил инициатором создания таких союзов рабочих, которые бы оказывали реальную социальную помощь нуждающимся. В феврале 1902 года он писал своему брату Павлу «Сегодня у меня были приятные минуты. Я принимал депутацию рабочих со всех механических заводов и мастерских Москвы, которым я устроил и провел устав общества самопомощи. Дело очень интересное, серьезное, даже, скажу, опасное, обоюдоострое, но, по моему крайнему разумению, необходимое по теперешним временам. Все люди молодые, развитые, элемент благодатный. Они пришли поблагодарить меня за содействие. Один из них прочел мне стихи. Засим я им сказал несколько прочувствованных слов. С каждым поговорил. Дай-то Бог в добрый час». Беседовавший с Сергеем Александровичем за несколько недель до его гибели, один из вождей ирландской партии, Микаэль Девилд, отмечал, что великий князь обнаружил большой интерес к улучшению социальных условий рабочих, и что его убийство погубит не только хорошее дело, но и задержит прогресс в общественных отношениях. Но именно эту цель преследовали убийцы великого князя. Весть о злодеянии в Кремле подлинным горем наполнила сердца простых москвичей. Днем и ночью непрерывной рекой шли они поклониться князю-мученику, как сразу стали ему именовать в народе. По пять-шесть часов выстаивали они, дожидаясь очереди, чтобы пройти в чудо в монастырь Кремля, где был установлен гроб с останками почившего. Обогренные кровью его клочки одежды, обломки экипажа, лепестки траурных венков разбирались верующими как святыни. Народ почитал его как благоверного, христолюбивого князя в духе древних князей московских, защищавших идеалы Святой Руси до крови. Об этом писал в 1905 году священник Иоанн Соловьев. Великий князь и на страницах русской истории, и на скрижалях совестливого сердца русского вписан в сон великих сынов России, как благородные и благоверные князья Древней Руси, святые Александр Невский, Георгий Владимирский, как святители Петр и Алексий, патриархи Иов и Гермоген, пострадавшие за единодержавную законную власть православного царя русского. А епископ Трифон Туркистанов отмечал, невольно подивишься предоставленному Богом совпадению для мученической кончины его с днем памяти благоверного князя Георгия Всеволодовича. Мученический в этот день, в этот именно день, 600 лет слишком тому назад скончавшегося в борьбе с татарами за Святую Русь. Не ясно ли это знак, что наш князь – мученик, и жил в своей службе царю и родине той же верою, за которую святая церковь прославляет благоверного князя Георгия? Вместе с тем подлинный облик этого истинно русского человека сознательно искажался врагами России, с которыми он в свое время не шел ни на какие компромиссы. Автор брошюры «За что его убили» указал главную причину этого преступления. Лишить Россию не только в настоящее время, но и на будущий период ее возрождения сильных и убежденных защитников. Вот гнуснейшая цель наших подпольных и легальных революционеров. Вот почему они с ожесточенной злобой накинулись на великого князя Сергея Александровича, чуя в нем человека не только бывшего, но и будущего времени. И действительно, именно в наше время стало особенным образом открываться значение жизненного подвига великого князя Сергея Александровича. Открываться как воина, мужественно стражавшегося во внутренней войне и удостоенного мученического венца славы. «Мученичество — это величайший дар Божий. Кого любит Бог, того награждает мученическим венцом», говорил в своем слове 17 февраля 2005 года после панихиды по убиенному великому князю архиепископ Алексий Фролов. «Любовь же к Отечеству, которой в полной мере обладал великий князь, это глубокое религиозное чувство, это есть любовь к святым, сделавших нашу Русь святой. Вечная тебе память, наш доблестный русский великий князь. Были на Руси подобные тебе благоверные князья, жизнью своею запечатлевшие служение Христу, Отечеству и своему народу. Ты дополняешь их светлый ряд. Человек глубокой веры, твердого духа и праведной жизни, великий князь воспитал для России новую молитвенницу, святую преподобномучницу, великую княгиню Елизавету Федоровну. После гибели супруга она самоотверженно служила Богу и ближним, в созданной ею Марфо-Мариинской обители. И приняла мученическую кончину 18 июля 1918 года в день памяти преподобного Сергия Радонежского, небесного покровителя, великого князя Сергея Александровича. Несмотря на более чем вековой срок, отделяющий нас от этого трагического события, русские люди продолжают чувствовать ту же боль и сердечную рану, что и современники убиенного великого князя Сергия. Поэтому отклики на смерть великого князя, опубликованные в российской печати в 1905-1907 годах, а сегодня и в этой книге, думаю, найдут отклик и в сердцах современных читателей. Большая часть собранного материала — это слова и проповеди духовных лиц, выдающихся московских пастырей и архипастырей, лично знавших великого князя и отдавших последний долг памяти этому истинному христианину и мученику за веру и исторические святыни Руси. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok